Всем привет! Это Инна и добро пожаловать на мой обзор лаков OPI. Начну я, пожалуй, с самого популярного лака от OPI. Это Lincoln Park After Dark. Это очень темный бортовый цвет, который смотрится почти черным в помещениях. На солнце можно сразу заметить его баклажановый бортовый цвет. Смотрится он очень классический и отлично подойдет для осени и зимы. Lucky Lucky Lavender. Очень красивый сиренево-розовый цвет, но больше розовый. Он очень весенний, без какого-либо шиммера, чистый крем. Лак очень плотный и в один слой полностью перекрывает ноготь. Mud About You. Это пастильный молочный розовый. Он очень похож на лак от AC Fiji, но этот намного пигментированнее, нежели Fiji и одного слоя достаточно. Он обычно ложится не очень ровно, поэтому я всегда добавляю два слоя. Я такие цвета очень люблю. Они прекрасно смотрятся весной и летом. Но, к сожалению, этот лак не очень долго держится и буквально через 2-3 дня начинает сползать. Mimoses from Mr. and Mrs. Это бледный молочный розовый нюд. Он очень прозрачный. Для полного покрытия нужно примерно 3-4 слоя. Я хоть и люблю этот цвет, но, если честно, никому его не рекомендую. Так как он очень трудно наносится, как закончится бутылочка, я больше брать не буду. Touches Love OPI. Настоящий фиолетовый цвет с золотистым шиммером. В зависимости от освещения он смотрится по-разному. В помещениях он темно-виноградный и только на солнце можно заметить его золотистый медный шиммер. Я обожаю этот цвет. Он идеально подходит для любого сезона года. Pedal Faster's HUSY. Это мягкий розовый с мелким серебристым блеском. Очень прозрачный. Нужно 3 слоя, чтобы увидеть его настоящий цвет. Но даже с одним слоем он отлично придаст вашему маникюру ухоженный вид. Памплона Purple. Это кремовый фиолетовый с красным оттенком. Он не слишком яркий и не темный. Такой среднефиолетовый. Глянец у него отличный. Очень ровно ложится. И два покрытия достаточно. Big Apple Red. Это яркий, гламурный, классический красный. Без розового и оранжевого оттенка. По мне, так он немного скучный. Я люблю больше красные цвета, таких как Dutch Tulips. Пользуясь им редко, больше на педикюр. Покрытие у него кремовое. Не кремовое, а гелевое. Глянец отличный. Ложится тонко, но ровно. И два слоя достаточно. Tickle My Friend Say. Уникальный классический цвет, который немного розовый, серый или лилово-бежевый. Смотрится он очень естественно. Самый лучший нюд, что у меня когда-либо был. Который мне кажется скучным. Мне он очень нравится. И я люблю его сочетать с следующим цветом, который вам сейчас покажу. Virono Jacques. Это торичнево-серый крем. В одно время был очень популярен. Он даже сейчас актуален в осеннее и зимнее время. Цвет отлично подойдет людям с оливкового и загорелым оттенком кожи. Прекрасно наносится. И два слоя достаточно. Touch Tulips. Если честно, что привлекло меня к этому цвету, так это его название. Голландские тюльпаны. Это кремовый красный цвет с розовым оттенком. Малиновым я бы его не назвала, он больше красный. Мне лично он олицетворяет лето. Но можно наносить его круглый год, так как он вполне сойдет как классический красный. Лак-то уже плотный. И одного слоя достаточно для покрытия ногтем. Sprung. Это золотисто-медный цвет. Достаточно долго держится. И с первого нанесения очень прозрачный. Нужно 2-3 слоя для полного цвета. Это мой любимчик. Это очень красивый, яркий, королевский синий с фиолетовым оттенком. Цвет глубокий и насыщенный. Который смотрится очень даже элегантно. Это крем и 2 слоя ложится прекрасно. Pink Flamenco. Это красивый, в меру яркий, кремовый розовый. Который отлично подойдет взрослым девушкам и женщинам. Очень красиво смотрится на ногах. Одного слоя достаточно, чтобы покрыть ноготь. Anti-Bleak. В меру яркий, фиолетовый. Который отлично подойдет к осени и зиме. Это тоже крем и прекрасно ложится тоже в 2 слоя. Hunk if you love OPI. Это сливовый фиолетовый, который в зависимости от освещения может показаться черным. У него желейная текстура. Сам лак жидкий, но прекрасно наносится в 2 слоя. Субтитры сделал DimaTorzok